всем добрый вечер сегодня хочу вам показать свою коллекцию фикусов сейчас составила их все на стол вчера купала начнем с малышей тогда потому что они стоят ближе большие высокие стоят сзади чтобы обзор лучше было видно а малыши спереди вот этих малышей я при приобретала в этом году летом это керли очень красивый сорт медленно растущий когда-то у меня был этот фикус года четыре назад наверное очень хорошо вырос такой огромный стал красивый и по ходу дела я открыла форточку как раз сезон начинался зимний хотя у меня еще все фиксы закаленные форточки тоже открыто постоянно вот тогда вот может я упалила только сейчас я уже не вспомню в общем то он у меня все листья сбросила и может быть и можно было спасти но я тогда еще у меня было меньше опыта не стало я просто выкину его хотя он был раза в четыре больше чем этот черенок уже большой деревце такое было очень красиво шикарно когда он вырастает сорт шикарнейший сорт иран тоже красавчик купала его в этом году летом в два раза наверно меньше был черенок растет очень медленно этот сорт тоже мне когда-то был и что-то был какой-то черенок тряхлинки весь вообще не рос я его решила выкинуть он у меня года четыре наверное простоял в одном положении практически может нарастил за все эти четыре года листьев там 8 может от сил здесь не больше и все и одной палка стояла на меня листья были в два раза мельче чем эти в общем-то по ходу какой-то больной черенок я приобрела тот я его решила выкинуть вот этот красавчик уже у меня растет вот конечно него так дальше это вот у меня как аннат крем он у меня в любимчиках в любимчиках у меня несколько сортов этот вот тоже неприхотливый мне кажется сорт растет очень быстро покупал тоже этим летом черенок был небольшой примерно такой вот такой вот такой черенок стаканчики с хороший корневой я его сразу пересадила горшочек вот в этот и вот так он у меня с лета вырос вот на него точно тупо тупо потому что я его просто обожаю такой красивый а вот этот триангуляриз очень капризный был больше он у меня в полтора раза недавно облетели листочки на листочков 6 был когда покупал тоже покупала летом но вот этот я покупала в мае в начале лета упал в конце лета наверно ли в середине может в июле где-то так и он у меня нарастил наверно два-три листа там две ветки у него потом также благополучно скинул это вторая веточка ее видно она живая если расти начнет то там оттуда тоже пойдут листья поросли этот сорт намного капризней чем этот это я думал наоборот раньше когда мне не было этих сортов я думал что наоборот реангуляриз этот с белого варигатность он неприхотливый а нет его переливать вообще нельзя ни в коем случае по чуть-чуть только наплевать за этого он скидывает листья так дальше фикус лирата бомбина покупала я его наверно он у меня два года уже живет может два с половиной одним деревом был сколько примерно сантиметров может 60 очень красивый был есть такие огромные крупные решил я его это весной расчеренковать на черенки удачно укоренились чем череночки вот подсадила все вместе вроде тронулись в рост он у меня под лампой стоит ну не знаю теперь думаю может даже одним деревом симпатичный смотрелось но теперь уже все обратно не вернуть подрастет наверное будет красивее гуще пока лирату показываю вот такая лирата у меня еще есть варигатная купола в этом году в мае вместе с этим коконатом с коконат крем лирата тоже заодно пришла варигатная очень дорогой сорт очень капризный очень медленно растущий но он мне нужен это точно также у меня еще вот такая лирата есть лирата колумнарис сорт очень крупные листья камеру размер не передает вот такой форму скрипки упала его месяца два назад такое него ствол надо его выпрямлять буду покупать опору палку хорошую плотную бамбуковую и прижму его подвяжу ровненько но это уже ближе к весне будет сейчас у меня пока еще после пересадки только адаптируются нижние листья все сбросил я его на подоконник поставила после покупки после пересадки а там вскоре отопление включили и все листья у меня наверное сгорели очень сильно жарко было ладно я вовремя очухалась поставила его на стойку и поближе к увлажнителю вот такие прекрасные листья остались четыре штуки жду пока новый ростик не даст смотрю смотрю гляжу пока нету вроде новый листочек пока не выходит ну я его же недавно только пересадил и месяца два назад поэтому ему простительно и тем более этот сорт очень такой тугодумный он долго думает потом уж когда она думает может быть его не остановить будет в росте ну весной наверное точно будет расти пойдет в рост решила я убрать со стола теофикус который который я вам уже показала это вот сейчас вспомню название вылетела из головы забыла дата видный дельта видный грув сорт называется такие прекрасные листочки с точками на обратной стороне лист желтый с черной точкой очень нравится этот сорт тоже в любимчиках у меня покупала я его года два наверное два года будет весной только назад и вот таким вот маленьким черенком сейчас покажу каким же я его черенком покупала в общем то черенок был в 23 листа 2 наверное даже ну небольшой сантиметров наверно 10 где-то так вот такой на меня вырос красавец очень люблю его камера не передает сочность насыщенность листьев они темно-зеленые здесь светло показывает листья очень крупные тоже не передается размер фикус бенджамина д гантель красавчик тоже это вообще туго дум сорт очень медленно растет очень привередливый ему наверное он у меня живет на не третий год такой вот маленький все постоянно облетают листья очень капризный сорт здесь белого больше на листе чем зеленого возможно я его еще посадил в большой горшок конечно но раньше он у меня маленьком кошки сидел тоже капризничал в маленьком он лучше рос стоит под лампой красивый капризный как всегда красивые все капризные так дальше пойдем сливается немножко да так сейчас я уберу вот эти два еще маленьких даже не знаю как его поставить лучше формировать нужно немножко неровный этот фикус называется сорт golden monique такие волнистые листочки у него светло-зеленые салатовые когда уже стареет лист темно-зеленый становится молодые салатовый пока такие вот салатовые листочки все фикуса ждут весны и формировки фикус бенджамина кинки сюда что поставить так на угол этому фикусу лет наверное 6 может и 7 даже несмотря на то что он такой маленький я его вот таким маленьким просто сформировала настроение у меня такое было когда я формировала может быть его нужно было по-другому конечно формировать но я почему-то взяла ему отрезала вот тут прям ствол почти под самый к земле ближе и вот так вот скрутила немножко немножко заплела вот такой у меня получился тоже нужно формировать шариком вот это все это резать нужно чтобы создать шаровидную форму вот эти листья все по краям нужно обрезать черенки поэтому ждем весны к ничего не трогаю никого не режу пускай растут как хотят так листочки очень красивые в этом сорт и насыщенные такие там и светлый такой беловатый оттенок есть салатовый лимонный такой и зелененький темный я думала одно время от этого сорта избавляться но сейчас нет ни за что не избавлюсь красивый сорт листочки него не крупная сантиметра три-четыре в длину ну такой вот этот сорт кинки так дальше это сорт рыджинальд такой у меня экземплярчик небольшой хотя покупала я этот фикус лет пять наверное назад может шесть огромным деревом в керамическом горшке с толстым стволом а потом что-то я все с ним начала экспериментировать с этим фикусом и так его обрежу и сяк и всего изрезала бедного то есть черенковала и что только я с ним не творила и раздавала черенки и продавала в общем-то осталась я сама без фикуса каким-то образом умудрились у меня все черенки уйти в мир иной а я сама все раздала и вот получилось так, что у одной знакомой он очень хорошо разросся, который я дала когда-то в свое время я у нее попросила в прошлом году или позапрошлом может года полтора назад попросила у нее небольшой череночек вот такой вот она у меня отрезала такой череночек вот с такого черенка у меня сейчас вырос он так что теперь я его очень люблю и уважаю этот сорт больше не буду над ним так издеваться такие крапинки на голден моник очень похож сорт но у этого сорта листья не такие волнистые как у голден моника дальше пойдем я вот так специально на уголок ставлю чтобы чтобы вид был отдельный а так все сливается когда вместе это сорт экзотика тоже надо формировать обрезать вот эти верхушечные все черенки пока тоже растет темно-зеленый лист размер не передается на самом деле крупнее намного чем на камере вот так заплетен этому экземпляру наверное года 4 может быть 3,5 приносил мне муж черенок небольшой вот такой череночек в аптеке спросила разрешение ему там отрезали череночек дальше голден кинг очень нравится этот сорт листья крупные очень похож на сорт кинки но у этого листа намного крупнее очень медленно растет у меня тоже давала мне в больнице в поликлинике массажистка моя года наверное тоже 3 назад 3,3,5 вот такой всего лишь он у меня маленький за это время вырос вообще стоял долго не рос но скорее всего я их сажаю в большие горшки корневую наращивал в этом году только начал расти более-менее так сидел сидел не хотел вообще расти а там у них в поликлинике очень большой экземпляр но я его обрезала уже формировала сейчас там уже корневая наросла поэтому он тронулся в рост Даниэль как я люблю фикуса с зелеными листьями вот в основном все мне кажется любят многие с пестрыми такими вот белыми я с белыми тоже люблю но почему-то я с темно-зелеными листьями очень люблю фикуса не знаю почему возможно есть такие же как и я светолюбы которые любят зелено-листные фикусы очень нравится этот сорт это я рассказывала недавно происхождение это моблиру Амерлен аккуратненько оторвали череночек сможем даже не я я попросила мужа сама побоялась тоже формировать нужно формировать жалко такой красивой но придется а то безалаберные вырастут такие я не люблю ему наверное тоже года три вот они все вот эти три у меня сорта экзотика даниэль и голден кинг они все примерно в одно время приобретенные эти три сорта года три наверное может три с половиной череночек вот такой маленький был такого черенка вырастила вот такого переходим к экземплярам самым крупным вот такой вот твилайт его нужно формировать срочно не знаю пока как я это буду делать каким образом но вот так вчера я поставила палку получается вот такой пока на сегодняшний день этот фикус этому фикусу сколько лет сейчас вспомню примерно может быть ему лет пять вот так где-то покупала маленьким черенком вот таким таким череночком покупала я его и очень долго он у меня вообще не рос года два стоял просто вообще скидывал листья очень капризный был я сначала думала может это дагантель поэтому он такой капризный и скидывать листья не растет но потом что-то он у меня как-то так возмужал резко и начал расти и крепчать раньше у меня под лампой стоял первые два года когда только появился а потом под лампой он не уместился лампа у меня раньше вот такая была а вот тут сбоку я его поставила потом на подоконник и на подоконнике как-то он стал лучше расти потом у меня уже начали появляться другие сорта я уже перестала на него внимание обращать может поэтому он стал расти не знаю они же любят когда на них не обращают внимания лучше растут чем когда за ними пляшешь с бубном над ними то есть вот такой красавец у меня три таких сорта но они все по-разному сформированы и вы знаете у них даже листья немножко разные хотя сорт одинаковый от вилает от чего это зависит я не знаю уход один и тот же грунт один и тот же горшки одни и те же даже литраж такой же этот вот горшок два с половиной литра ну красавец сейчас покажу другие сорта вилает и на это пока не могу налюбоваться потому что сама так не любуюсь никогда одна и на камере как-то лучше видно сочнее хотя вживую тоже хорошо красиво очень но вместе интереснее любоваться так давайте другой сорт ой не сорт а экземплярчик покажу сорт этот же будет этот же сорт вилает вот такой у меня дружок сейчас вот такой дружочек пирожочек тоже очень нужна формировка немножко криво растет потому что нужно подрезать но он все равно красавчик этот фикус я покупала если я сказала этому пять лет примерно то этот я покупала раньше примерно на год наверное хотя ствол у этого даже толще почему-то смотрите вот такой ствол а у этого потоньше а этому наверное лет шесть ну может вот этому четыре с половиной даже примерно вот так а этому пять с половиной вот так у них примерно год разница вот этот фикус я покупала на выставке на выставку фиалок ходила там женщина ахименоса продавала тоже вот у нее был черенок фикуса этого вот такой небольшой череночек я купила у нее и вот такой он красавица вырос белоснежный я их так все люблю всех все эти твилайты и не только твилайты вообще обожаю свои фикусы так вот незаметненько у меня набралась такая большая коллекция что я буду с ними делать дальше когда они вырастут совсем огромными я конечно каждый год формирую даже иногда в год по два раза даже по два-три раза в год щипаю их но они же все равно вырастут большими когда-нибудь и вот такой твилайт у меня еще есть пока он у меня кривовато сформирован вот так немножко выпрямить нужно ствол мне самое главное сейчас чтобы тут не срослись вот ветки это все ерунда это все выпрямится потом вот такой вот экземпляр этот фикус я нашла на улице два года назад он был поменьше конечно немножко чем сейчас и пожиже вот он у меня так разросся погустел загустел на улице фикус букле вот такой мне экземплярчик наверное самый взрослый самый высокий из всех моих фикусов ну кроме лираты конечно я его покупал наверное скорее всего самым первым из всех фикусов лет наверное 7 назад может 6 половиной